Аудиокнига своими руками Студия «Барабаны судьбы» Читает Александр Водяной Владимир Мазья, 007 и Черные дыры Читает Александр Водяной Моим детям Гале Дане, Илье и Миша От автора Достепочтенные дамы и господа Я подозреваю, что в истории, Рассказанной мною в предлагаемой книжке, Вряд ли поверит, сколько-нибудь Здравомыслящий читатель С опаской, ожидающий подвоха От автора фантастических рассказов Однако я все-таки рискую приступить К изложению, возлагая надежды На тех представителей рода человеческого, Которые интуитивно отличают Невероятную правду от правдоподобной лжи Также желательно, чтобы прежде чем Обратиться к настоящему произведению Читатель не пал невинной жертвой Сухих современных научных теорий Скрывающих волшебное очарование мира За длинными цепочками Математических уравнений Нет, нет, только не подумайте, Что я против науки Я верю ей Даже тогда, когда она утверждает Вопреки очевидному, что Земля Вращается вокруг Солнца Сформулированную астрономами точку зрения Эта книга опровергать не пытается В чем легко убедиться любой Взявший на себя труд ее прочитать Сочиняя эти истории Я не рассчитывал на то, Что мои будущие читатели Имеют какие-либо познания В астрофизике На мой взгляд, черные дыры О которых я расскажу Гораздо интереснее, чем те, Которыми занимается наука Помету я о тех, Кто находит чтение прозы Недостаточно волнующим занятием Я разбавлял ее Время от времени Поэтическими включениями Признаюсь без смущения, Что позволил себе допустить в тексте Некоторые пикантные места Однако, надеюсь, они не нарушают Общей серьезной тональности Моего повествования Думаю также, что комментарии, Приведенные мною в конце книги, Будут интересны читателям Иногда я вынужден был упоминать События, описанные в моих Предыдущих книгах, Поскольку в известном смысле Настоящий томик Является их продолжением Позволяя себе скромно усомниться в том, Что эти книги свежи В памяти читателей Я ссылаюсь на прошлое моих героев Однако стараюсь делать это Не слишком часто С уважением и самыми добрыми пожеланиями Автор, иногда пишущий, Под псевдонимом Деда Вова Глава первая Чуть-чуть об агенте 007 Если вы проявите законное любопытство И спросите Деда Вова, а кто главный герой твоей книжки? То я отвечу Агент 007 Или просто 007 Отчетливо вижу, как по вашим лицам Скользнули снисходительной улыбки И поэтому мне придется сразу объяснить Что речь идет не о знаменитом британском разведчике А о молодом, пушистом, полосатом коте С некоторых пор проживающем в Иерусалиме Так его назвал безвременно погибший папа Чарли Заметивший недюжинные способности котенка Я много рассказывал о подвигах 007 Но обращаться к старым историям сейчас необходимости нет Достаточно знать, что имя 007 Пользуется в городе громкой известностью Когда-то 007 Прочитал в газете «Джерусалим хвост» Которую выписывают многие хвостатые жители Иерусалима Что высокопоставленные чиновники НАСА Допускают существование Таинственной подземной цивилизации Но не знают ее местонахождения А Интерпол и специалисты По неопознанным подземным объектам НПО Убеждены Что имеется разветвленная подземная сеть Соединяющая многие важные для нас места На земной поверхности И есть мнение, что жители подземелий Будем называть их коротко гномы Планируют завоевать землю И даже всю вселенную И что их первой целью Станет сказочный Иерусалим Также говорят, что гномы намного умнее нас И знают о нас буквально все Они собирают разведывательную информацию О нашей жизни столетиями А мы о них ничего не знаем Поэтому в сказочном городе Работает мощная контрразведка АХ АХ То есть Иерусалимское кошачье сообщество В целях воспитания молодых кадров Открыло КОТ Диуар То есть Иерусалимское высшее училище агентов Разведки для котов Наш кот 007 Закончил это знаменитое училище С отличием Ему посчастливилось Встретиться с очаровательной кошечкой Радисткой Кэт Перефразируя писателя Михаила Афанасьевича Булгакова 007 вспоминал Любовь выскочила перед нами Как из-под земли выскакивает гном И поразила нас сразу обоих Вскоре 007 и Кэт Встали женихом и невестой Хочу подчеркнуть Что еще до окончания Алма-Матер Оба встали на защиту Иерусалима От заговора гномов Весьма начитанный 007 говорил Пусть будет Как у Александра Блока И вечный бой Покой нам только снится Кошечку и молодого кота Сближало то, что оба Были репатриантами И то печальное обстоятельство Что она росла без матери Утонувшей зимой В Невской проруби А он без отца Погибшего в схватке С волками Охотничьей долине Вблизи шведского города Линчопинга Интересно, что папа Радистки Кэт Кот Кац Прозванный Котом в сапогах И мама Агента 007 Красивая черная кошка Молли Встретившись в Иерусалиме По уши влюбились Друг в друга И как их дети Поженились Сейчас они вчетвером Молли Кэти Кац И 007 Живут на комфортабельной вилле Расположенной в престижном районе Иерусалима Называемым Бейт-Акэрем Мне приятно признаться Что я люблю Эту прекрасную семью И, кстати, как раз сейчас Мне припомнилось Задушевное эссе Когда-то экспромтом Сочиненная талантливой девочкой Никой Чемпионкой мира По женскому боксу Живущей в Иерусалиме Гимн кошачьему племени Непознаваема Темна Не заглянуть В кошачью душу И чем наполнена она Нам не увидеть Не прослушать Для нас пустяк Проникнуть в суть Пустого гавканья собаки Но взгляд кота Наводит жуть Таинственно блеснув Во мраке Растят хорошеньких котят Живут свободно Мир чаруя А рыбку всякую едят И жареную И сырую Восславить кошек И котов Увы, мне не хватает слов Закон Деды Вовы Ни минуты не сомневаюсь в том Что в связи со своей Апологетикой котов Котят и кошек Я буду подвергнут Астракизму Многочисленным сообществом Поклонников семейства Каниды Или, выражаясь без затей Любителей собак Мой довольно обширный Жизненный опыт Показал Что представители Точных наук Физики, математики Астрономы И вообще ученые люди Без ума От кошек В то время как Поэты, писатели, художники И другие гуманитарии Отдают предпочтение Собакам Здесь физики и лирики Расходятся Как в море корабли Пусть статистики Численно подтвердят Этот так называемый Закон Деды Вовы А может кому-то из математиков Удастся обосновать его Теоретически? Следует иметь в виду Что трудность Такого обоснования Усугубляется Огромным количеством Исключений Из указанного правила Здесь от исследователя Требуется интуиция Воображение Объективность И неподкупность Кажется, ничего существенного Я не упустил Никому не навязывая Свои чувства и мысли И я собираюсь рассказать Только об одной Из досадных Перепетий моей жизни А драме Если не сказать Трагедии Связанной с конфликтом Семейств Каниды И Фелиды Мне было неловко Поднимать эту тему В своих прежних сочинениях Но, как говорится Лучше поздно Чем никогда Лично меня Пугают все собаки Независимо от породы Пола и возраста Потому что Каждому представителю Собачьего племени Ничего не стоит Пустить в ход зубы Будучи и веселым И в мрачном Расположении духа О сером волке Даже говорить не хочу Песенка «Нам не страшен серый волк» Неправильно Ориентирует Как детей Так и взрослых Но пора перейти К воспоминаниям О собаках И тому интересно Там в то время Шло строительство И открытого пространства Между зданиями Почти не оставалось Благоустроенных дворов Не было совсем А их роль Играли узкие улочки Где немногочисленные Хозяева домашних собак Выгуливали своих питомцев На собаку Можно было наткнуться Где попало Но перспектива Такой встречи Меня не пугала Ибо намордники Считались Синэкванон Или говоря нормально По-русски Обязательными В гостях На кошачьей вилле Так вот В тот мартовский день Часа в три Я возвращался Пешком домой От своих друзей И собирался По пути Заглянуть за хлебом В недавно Открывшийся неподалеку Бакалейный магазинчик А первую половину дня Я провел На кошачьей вилле В дружеской компании Кошки Молли Ее мужа Катца Радистки Кэти И агента 007 Члены этой семьи Всегда меня встречали И провожали Поцелуями А в промежутке Я чудесно проводил С ними время Такой гурман Как деда Вова Разумеется Не откажется Расширить свои вкусы И попробовать Кошачью кухню В моем исполнении Мурлыкала кошка Молли Мне это предложение Показалось Весьма заманчивым Я покивал головой В знак согласия И рассмеялся От души Спустя десять минут Она угостила меня Прекрасным ланчем После него Мы все компании Играли В подкидного дурака Единственную По моему мнению Карточную игру Не требующую Участия Содержимого Черепной коробки Мы беззаботно Патрунивали Друг над другом И время бежало Незаметно Часа через два Я сказал друзьям Но мне пора И тепло с ними Распрощался Приятная прогулка Поскольку погода Стояла прекрасная То, возвращаясь домой Я шел неторопливо Наслаждаясь теплом Безветрием И солнцем В безмятежной Уверенности в том Что никакие сюрпризы Не ожидают меня В ушах звучала Веселая песенка Услышанная сегодня В гостях Мы парни бравые 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 Но взгляд подружек Наполняет нас отравою Любви безумной И хмельной Ах, не пойму я Что со мной Я стал друзья Совсем на голову больной Ну и так далее Короче говоря Великолепная песенка На мне Были легкая белая рубашка В горошек С короткими рукавами И модные белые брюки Клёш Подаренные внучками Предмет Моей гордости Имея на голове Белую полотняную панаму Я чувствовал себя Весьма элегантным Словом Я шел спокойно Не опасаясь Никакого вдруг Дама С собачкой Не прошло и часа Как я оказался В районе На Хлоот Приближаясь к дому Я увидел Что навстречу мне Движется Шикарная дама На шпильках В аквамариновом платье На ее пухлых руках Украшенных Золотыми браслетами Удобно расположилась Белоснежная баллонка В даме я сразу узнал Жену Знакомого начальника Контрразведки А в собачке Ее любимую баллонку С экзотическим именем Чхо-чхо И у дамы И у собачки В ушах висели Одинаковые Бриллиантовые сережки А на шеях Красовались Серебряные цепочки Недавно купленные Мужем хозяйки В магазине Рафаэль По цене Миллион долларов За каждую Стоит ли сообщать читателю Что на чхо-чхо Никогда Не надевали Намордник И что в этом смысле Сегодняшняя прогулка Не являлась Исключением Влюбленно Глядя на даму Она попискивала Мы с хозяйкою Вдвоем Замечательно живем Парочки таких подруг Не отыщутся вокруг Мы надумали с утра Выбросить кореллы в нить И браслет из серебра А цепочку заменить Золотым колье пора Мы мужу дамы Скажем гав В подборе цацок Ты не прав Как я лишился Пары брюк Залюбовавшись Ювелирными изделиями Я буквально Отеропел От восхищения И, к сожалению Потерял бдительность Мое обычно Обостренное Шестое чувство Молчало Внезапно Чхо-чхо умолкла И с подозрением Принюхалась Кошачий дух Здесь кошкой пахнет Пропищала она И не ошиблась Навстречу подругам Шел ваш покорный слуга Возвращаясь домой С вилы кошки Молли Не знаю, что на нее нашло Но разгневанная оболонка Вылетев в пули Из рук хозяйки Рванулась ко мне Под ноги Отскочить я не успел И она яростно Вцепилась В мою левую штанину К счастью Нога не пострадала Но брюки Мои чудесные брюки Клеш Погибли Да-да Они были безнадежно Испорчены Ждать извинения От жены Начальника контрразведки Я был не в праве Ведь не она же Кусала мою штанину Вероятно, дама Тоже так думала Она просто подхватила Болонку на руки И была такова Свернув ближайший переулок Поспешно заглянув за угол Я успел увидеть Как подруги скрылись В своем особняке Вряд ли стоило гнаться за ними Ах, мои несчастные брюки Что с вами стало? Вниз от колена Свисали жалкие лохмотья Потрясенный вернулся я К себе в квартиру Где, взяв в руку ножницы Превратил свои брюки В шорты В них я и отправился за хлебом Вам остается только Посочувствовать моему горю Сами понимаете Какой осадок Остался у меня на душе После встречи с Болонкой Чхо-чхо И почему я вообще Избегаю собак Поэтому, пожалуйста Не уговаривайте меня Завести представителей семейства Каниды у себя дома Глава вторая Черная дыра И двое в склепье кошачья усадьба События, которых я собираюсь Поведать в этой книге Уходят корнями В одно солнечное утро Предвещавшее ясный Умеренно жаркий день Точную и даже приблизительную дату Указывать не хочу Ибо какой бы то ни было Педантизм Необратимо сдует Ту легкую дымку загадочности Что делает мое повествование Столь интригующим Для любого Тонко чувствующего читателя Более того Я предпочитаю скрыть И географические сведения Имеющие отношение К моему рассказу Если не считать Следующих кратких И абсолютно необходимых Указаний Давайте представим себе Деревянный Одноэтажный Кошачий домик Построенный на вершине горы Высотой в полкилометра Выветрившиеся За миллионы лет Склоны Поросли колючим Кустарником Над которым Изредка поднимаются Раскидистые кроны Старых олив Много столетий назад Эти деревья Покрывали весь Окрестный горный массив Образуя густой лес Но местные жители Безжалостно Вырубали его Используя древесину В качестве топлива Западный склон горы Спускается К морскому берегу Строго говоря У горы вершины нет Ее заменяют Горизонтальное Почти круговое плато Диаметром метров сто С которого открывается Завораживающий вид На изумрудное Южное море Когда-то здесь Росли оливы Но их давным-давно Выкорчевали А на площадке Построили и обнесли Невысокой каменной оградой Кошачью усадьбу Просторный Одноэтажный домик В старинном вкусе И каменный сарай Непонятного предназначения От ворот Вниз вела автомобильная дорога С серпантином Петлявшая по склону Вытесанные в горной породе Крутые ступеньки Позволяли довольно быстро Спускаться о домика К песчаному морскому пляжу Что делало пребывание На кошачьей даче В хорошую погоду Особенно привлекательным С давних времен Усадьба принадлежала Иксу Напоминаю, что это сокращенное название Иерусалимского кошачьего сообщества Но пустовало не меньше ста лет И время постепенно стерло память О бывших ее владельцах Новая хозяева Недавно кому-то из администрации Икса Пришло в голову отремонтировать домик Что и было сделано незамедлительно А вскоре усадьбу Единодушно подарили Семье кошки Молли Заслуженной жительницы Сказочного Иерусалима Молли президент Икса Красивая черная кошка Желтыми глазами Была мамой уже знакомого нам Агента 007 Ее тянуло В этот уютный загородный домик И она ежедневно приезжала туда После работы Часто к ней присоединялись Сын 007 И муж Кац Друзья иногда называли Каца Котом в сапогах Хотя он, как правило Обходился без обуви Сведущие коты и кошки Утверждают Что такова была его Конспиративная кличка В прошлом Когда Кац работал в разведке После отставки Он посвятил себя Режиссуя кошачьего кино Дочь Каца Прелестная радистка Кэт Которую ласково называли Кэти С недавних пор Стала женой 007 Она, как правило Посещала горную дачу В дни, свободные От электронной слежки За агентурой Подземной цивилизации В домике Каждому из членов семьи Была отведена Удобная комната А местом встреч Служила Обширная гостиная С камином Кухня была оборудована Всем необходимым И в холодильнике Всегда царило изобилие Молли уезжает на работу В ту ночь Молли и 007 Находились в домике Вдвоем А с позаранку Кошка отправилась в город На служебном ягуаре Именно этот роскошный автомобиль Упомянут Кацем В его стихотворении В сочиненном на день рождения Супруги Ягуар по дороге Летит словно птица Неужели ведет его Молли сама? Ну, конечно И как вы могли усомниться? Полицейские все От нее без ума Да и мы ее любим И ценим И знаем Что она Самый лучший Для нас президент Со своей стороны Мы ее уверяем Что все дружно Сплотимся В опасный момент Но сегодня Не стоит К делам обращаться Ведь работа Не волк И не скроется В лес Мы хотели бы Нежно с тобой Целоваться Самой лучшей И самых прекрасных Принцесс В то время Когда Молли Сидя за рулем Приближалась К Иерусалиму Ее сынок Еще крепко спал Накануне 007 Наотрез Отказался Составить И компанию И теперь Остался дома В одиночестве Что не вызвало У Молли Никаких возражений Замечу Что в таких случаях Агенту 007 Никогда не приходилось Скучать И как мы вскоре Убедимся Не пришлось И на этот раз Молодой кот Проснулся Когда Молли Уже добралась До президентского Дворца И только что Вошла В свой офис Интересная статья С минуту 007 Находился В сладкой Нервании А затем Не вставая С постели Лениво Протянул лапу К прикроватной Тумбочке И стянул С нее Последний выпуск Газеты Джерусалим Хвост Специально Оставленный Для него Мамой Кот Небрежно Пробежал Глазами Заголовки Новостей И нашел Что единственная Заметка Стоившего Внимания Называлась Скелеты В шкафу Имя автора Было известно Агенту 007 То была Ящерка Из вида Синайских Агам Которая Вела Собственную Колонку Скандальной И сенсационной Хроники Вот Что она Сообщала Два Прекрасно Сохранившихся Скелета Женский И мужской Примерно По 200 Костей В каждом Похищенных Два с половиной Века Назад Из египетской Долины Царей Только что Приобрел Музей Старых Вещей На Синае Никто из Сотрудников Музея Не догадывается Чьи скелеты Находятся У них В застекленном Шкафу Никаких Следов Мумификации Трупов Не обнаружено Но Покрой Почти Новых Плавок Бра И Бикини Указывает На период Одной Самых Блестящих Династий В истории Древнего Египта Ммм Неожиданно Это сообщение Вызвало У 007 Пристальный Интерес Любопытно Взглянуть Пробормотал он И соскочил С постели Дома Один Обладая Железным Здоровьем 007 Поддерживал Великолепную Спортивную Форму Ежедневными Упражнениями Вот и сегодня Кот Сделал Короткую Зарядку Ритмично Декламируя Следующее Поучительное Стихотворение Парадигма Я Иностранные Слова Люблю С пеленок И Взрослым Став Друзьям Пою Спросонок Да Будь ты Кривоногий И хромой Все ж Не сиди Как сыч У теплой печки А Окунувшись В волны Быстрой речки Свою Физиономию Умой Но Если б ты Нарушив Мой приказ Валяться Вздумал Поутру В постели Поверь Дружок Сползет С тебя Тот Час Довольно Неприглядный Эпителий Я требую Чтоб ты Шаблон Постиг Мой В мороз Свои донесения Смыслить Самостоятельно И принимать Смелые Решения Кстати Он вообще Предпочитал Работать В одиночку Напоминаю Что 007 Был удостоен License To Kill И награжден Золотой медалью За отличную Учебу И примерное Поведение После окончания Код Дивуар То есть Иерусалимского Высшего Училища Агентов Разведки Для котов Кубический Сарай Все мы знаем Что умные Мысли Приходят К нам Чаще всего Во время Безделья И разумеется 007 Не был Исключением Из этого Правила Не пора Ли встряхнуться Подумал он И немедленно Вооружившись Ракеткой Для пинг-понга И пластмассовым Шариком Поспешил Во двор Он направился К странному Каменному Строению Без окон Без дверей Оно имело Высоту Около Трех метров И представляло С собой Огромный Куб Внешне Напоминавший Сильно Уменьшенную Каабу Его грани Плиты Из черного Гранита Добываемого В китайской Провинции Шэньси Были когда-то Тщательно Обтесаны И неплохо Сохранились А вот Каменный Забор Окружавший Усадьбу Довольно Сильно Пострадал От времени Едва Заметное На черном Фоне Малюсенькое Окошко В восточной Стене Куба Почти Под самой Крышей Позволяло Предположить Что Куб Не являлся Сплошным Камнем А был Полым С некоторой Натяжкой Я называю Этот куб Сараем Хотя На самом деле Для сарая Он выглядел Довольно Необычно Игрок 007 Как и Другие Члены Семьи Понятия Не имел Кем И когда И с какой Целью Сарай Был Сооружен Разумеется Им было ясно Что кубу Очень много лет Неизмеримо Больше Чем стоящему Неподалеку Деревянному Домику Но ни у кого Не хватало Ни времени Ни большого Интереса Исследовать Содержимое Каменной Коробки Среди Котов Проживавших В окрестных Местах Ходили Слухи О Нечистой Силе Зарытой В черном Сарае Но Им никто В семье Далекой От Предрассудков Не склонен Был верить Настенный Теннис Кот 007 Обычно Использовал Стены Сарая Для игры В настенный Теннис То была Игра Правило Который Он придумал Сам Сегодня Настенный Теннисист Игрок 007 Уже Четверть Часа Увлеченно Прыгал У одной Из стен Сарая Размаховой Ракеткой Для Изобретенного 007 Вида Спорта Не требовалось Сетки Без которой Как всем Известно Немыслим Классический Пинг-понг В этой Игре Роль Партнера Исполнял Каменный Куб Целлулоидный Шарик Весело Отскакивал От стены И как Правило Попадал В ракетку Кота Цок-чпок 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 Игра Требовала Виртуозной Техники И мгновенной Реакции Чего У 007 Было В избытке Он уверенно Вел в счете Но вдруг Ослепительное Солнце Брызнуло Ему В глаза И поэтому Неловкое Движение Ракетки Неожиданно Направило Шарик В окошко Под крышей Сарая Так Во всяком Случа Ему Показалось Хотя Честно Говоря Проследить За полетом Шарика 007 Не успел Внутри Сарая Кот Сделал Несколько Попыток Вскарабкаться По довольно Гладкой Стене Сарая Ему Требовалось Подняться На почти Трехметровую Высоту Чтобы Добраться До Отверстия Но Его Техника Скалолазанья Оказалось Недостаточной Кот Раз за разом Срывался Эх Бессмысленная Трата Времени Сквозь зубы Пробормотал Теннисист Прежде чем Обратил Внимание На ветхую Деревянную Лестницу Валявшуюся У забора На противоположной Стороне Двора Коту Стало ясно Что следует Прислонить Лестницу К стене Сарая Прямо Под окошком И тогда Часть Проблемы Будет Решена Так Он И поступил А затем Предусмотрительно Сбегал Домой Отыскал Свой Мощный Карманный Фонарик И повесил Его Себе На шею Ракетка Будет Только Мешать Пусть Полежит Дома Решил 007 И вернулся Во двор К сараю Забраться По скрипучей Лестнице Труда Не составило И спустя Несколько Секунд 007 Оказался У самого Окошка Лестница Угрожающе Затрещала Но он уже Достиг цели И заглянул Внутрь Черного Куба Присунув Голову В отверстие К сожалению Попытка Разглядеть Нечто Определенное Оказалась Безуспешной Внутри Было Слишком Темно Оставались Две Возможности Либо Вернуться По лестнице На землю Либо Проникнуть В сарай Конечно 007 Выбрал Второе Он понял Что Не остается Ничего Лучшего Чем Пролезть В окошко И бесстрашно Прыгнуть В таинственный Мрак Так Он и поступил Свалка В сарае Приземлившись 007 Огляделся Вокруг Держа Включенный Фонарик В передних Лапах Но Нигде Не заметил Пропавшего Целлулоидного Шарика Тот Как сквозь Землю Провалился Между Прочим Приземление 007 При падении Из окошка Под потолком Оказалось Абсолютно Безболезненным Ему Повезло Поскольку На каменном Полу Лежала Груда Бумаги И столь Толстая Что ступив Неосторожно Можно было В нее Провалиться Точнее На пол Сарая Когда-то Была свалена В полном Беспорядке Рукописная И печатная Макулатура С годами Покрывшаяся Пылью Под лапами 007 Шелестели Вырванные С тетради Страницы Гимназических Сочинений Контрольных Работ По арифметике Алгебре И геометрии Подшивки Иерусалимской Газеты Новости Пустыни И разрозненные Нобера Российского Журнала Нива Вышедшие Не позднее Конца 19 Века Попадались Даже потрепанные Томики Стихов Нацена И Фета Приключенческих Романов Фенемора Купера Жюля Верна Луи Буссенара И Луи Жаколио Судя по всему Этой свалке Было лет 100-150 Скорее всего Бумажный Хлам Когда-то Беспорядочно Сбрасывали В темное Помещение Через Единственное Отверстие В стене Вероятно Подумал 007 Прежние Владельцы Усадьбы Никогда Не посещали Сарай Используя Его Только Как Хранилище А Правильнее Сказать Свалку Ненужной Бумаги Вопрос О первоначальном Назначении Строения Оставался Открытым Но Сейчас Не занимал Кота Естественно Самым разумным Было искать Шарик Но При виде Редких Книг Глаза 007 Заблестели Он С детства Был Запойным Читателем И можете Не сомневаться В том Что он Сразу При свете Фонарика Погрузился В чтение Временно Позабыв Обо всем На свете Временно Временно Цей И Продолжил Поиски Шарика Крышка В полу После того, как он мысленно проследил за вероятной траекторией пропавшего шарика, Y-007 стало примерно понятно, куда тот мог упасть. Кот не без труда очистил соответствующее место на полу от вороха бумажного хлама и увидел нечто похожее на вмурованную в черный пол, круглую каменную крышку, без ручки, черно-красного цвета, диаметром сантиметров тридцать. — Нет, здесь потребуется некоторая сноровка, — пробормотал 007, — придется изрядно повозиться. И тут ему пригодился, постоянно находившийся в кармане, швейцарский складной нож. С его помощью, приложив огромные усилия, Y-007 смог приподнять край крышки, закрепленной на металлических петлях. После нескольких попыток крышка поддалась. Усталый кот встал на задние лапы, выпрямив затекшую спину, и направил луч фонаря на место возможного падения пропавшего шарика. Черная дыра. Внутри светового эллипса на полу 007 увидел черный круг. Ранее находившийся под крышкой. В это трудно поверить, но свет фонарика в него не проникал. Круг полностью поглощал свет. Разведчик знал, что такое невозможное. Но, как говорится, факты — упрямая вещь. Ему вспомнилось довольно бессмысленное, но оптимистическое стихотворение. Как Пушкин весь я не умру. Уверен, унт и хвайш. При входе в черную дыру мне Нобель выдаст прайз. Когда, не обронив слезы, зайду за поворот. Из мрака выйдет кон фудзы, а с ним и черный кот. Забравшись в черную дыру, в ней стану танцевать. Там будут черную икру мне ложками давать. С алисой в черную дыру нырну, как в кроличьи в нору. Спустя несколько секунд 007 почувствовал, как круговая дыра в полу, в полном соответствии с общей теорией относительности Эйнштейна, втягивает в себя не только световой луч, но также электрический фонарик, а за ним и его самого. Не приходится сомневаться в том, что молодой кот боялся погибнуть в бездонной глубине черной дыры. Он понимал, что внутри его ждала ужасная участь, но любопытство пересиливало страх, и разведчик подчинился непреодолимой силе. Погрузившись в дыру, 007 оказался в черном туннеле. У его входа на стене вспыхнули фосфорисцирующие зеленые слова. «Пора в путь дорогу!» Заметив, что под надписью имелась кнопка, игрок 007 машинально нажал на нее, не отдавая себе отчетов в собственных действиях. Между прочим, он начинал осознавать, что совершил научный подвиг. «Еще бы! Экспериментально обнаружить существование черных дыр не в космосе, эко-невидаль, а здесь, у нас под рукой. Это ли не сенсация? Эврика!» Хотел радостно воскликнуть кот, подражая сидевшему Ване Архимеду, но пришлось слегка отвлечься. Дело было в том, что разведчик продолжал все глубже сползать в открытую им дыру. «Да, с гравитацией шутки плохи!» — успел прошептать он, прежде чем нечто странное стало происходить с его восприятием пространственно-временного континуума. Эх, тут я обязан извиниться перед недоумевающим читателем за только что высказанную Абракадабру, непонятную даже мне самому, деде Вове, когда-то получившему, сообщаю без ложной скромности золотую медаль по окончании десятого класса средней школы. Однако мне все же кажется, что я имею полное право сделать какие-то правдоподобные предположения и поделиться ими со своими читателями о странствиях в пространстве времени. Попробуйте представить себе, что вы никто иной, как код 007, и что ваш приятель или родственник подарил вам на день рождения машину времени, самую обыкновенную, без затей. Естественно, вам хочется сразу ее опробовать. Вы ставите стрелку, скажем, на миллион лет назад, садитесь в удобное кресло, застегиваете ремни безопасности и нажимаете на стартовую кнопку. А теперь фишка в том, как стали говорить в 21 веке, что в конце юрского периода на месте вашего дома расстилалось болото, и в нем кишели динозавры. Понравилось бы вам такое путешествие во времени? Лично мне не очень. Думаю, не надо долго объяснять, что проблему удалось бы легко решить при помощи машины пространства-времени, в которой наряду со стрелкой ОТ имеются еще три. ОХ, ОУ, ОЗ. Поясняю, хотя и без особой нужды, для образованного читателя. Что здесь ноль? Начало координат Х, У, З, Т, в соответствующее положению вашей макушки. Х равно У, равно З, равно нулю. В начальный момент времени Т равно нулю, когда вы нажимаете на кнопку. С такой машиной ваш покорный слуга и из болота, и из пасти динозавра, да и вообще откуда угодно, запросто вылезет. К сожалению, наша промышленность не освоила выпуск машин пространства-времени из-за нехватки средств.